Уникальные для Тамбовщины доильные роботы из Нидерландов стали на вооружение одного из молочных хозяйств области. Функционал машины поражает воображением. О лазерах и сканерах в коровнике наш корреспондент Павел Юрасов. Молочным животноводством Абдул-Кадир Рамазанов занимается уже 30 лет. Сегодня хозяйство входит в тройку самых успешных в регионе. По его собственным словам, молоко всегда приносило прибыль. Для сравнения, сейчас каждый из его 300 дойных коров дает более 9 тонн молока в год. Когда средний надой у остальных не дотягивает и до 8. Скоро даже эти цифры покажутся незначительными, ведь хозяйство приняло в штат 6 роботов. Первое знакомство коровы с роботом Лейли произойдет уже через месяц. На этой платформе буренку взвесят, сфотографируют и навсегда запомнят датчики робота. А умная рука сделает массаж, промоет и продезинфицирует вымя. В это время лазерные тепловизоры найдут кончики сосков. Дойка начнется автоматически. Проект роботизирования коровника готовился целый год. 120 миллионов рублей – сумма неподъемная для хозяйства в 20 с лишним человек. Но тут на выручку пришло льготное кредитование. И вот они – 6 голландских дойров последнего поколения. Таких игрушек нет ни у кого в ближайших областях. Современная система доения может управляться удаленно. У людей, которые будут обслуживать, это заведующий, ферма, руководитель, главный зоотехник, ветеринарный врач. У них смартфоны будут соединены с этим компьютером. И они будут все это видеть. И независимо от времени, любое время смс-как пришлют, что там какая-то корова больная. Робот определит проблемную корову в отстойник, а здоровую выпустит обратно в стадо. Специальный ошейник будет следить за температурой тела и состоянием желудочно-кишечного тракта каждой коровы постоянно. Сокращать штат в хозяйстве не планируют. Каждому найдется работа. Надеемся на то, что запустим коровник. Естественно, увеличим по голове дойное. Расчет есть на 500 голов. И выйти на ежедневную сдачу молока 12-15 тонн. В планах оснастить коровник автоматическими кромораздатчиками. А там и до полной автономности недалеко. Между прочим, все молоко Голицынской фермы реализуется в нашей области. Так успехи отдельно взятых хозяйств складываются в успехи общие. Постепенно увеличим мощность наших предприятий. Плюс приходят новые инвесторы. И я думаю, что в ближайшие 3-4-5 лет мы будем обеспечить не только Тамбовскую область молоком, но и соседние регионы. Вот уже по итогам первого полугодия текущего года мы на 13%, наша область в сельхозпредприятиях стала больше производить молока. Пусть не сразу, но небольшое хозяйство преобразилось в высокотехнологичную молочную ферму. Выверенные дойоты машины, конечно, не определяют успех дела. Секрет в непрестанном желании трудиться. Павел Герасов, Дмитрий Тищенко, Анна Мусатова. Область новостей.